В эфире первого карагандинского новости. Здравствуйте! Сегодня в программе. Как только нас пересчитают, то сразу улучшится качество обслуживания пассажиров. Как будут реализовываться замечания президента страны, обсуждали на совещании в областном Акимате. Эпидемии менингита в области нет. Есть сезонное повышение заболевания. Так считают медработники. Карагандинская достопримечательность осталась без букв. Сегодня на флагштоке сняли буквы, которые составляли описание символов нашей республики. Карагандинский флагшток, находящийся на пересечении улицы Приканальной и проспекта Республики, был открыт 4 июня, на День символов Республики Казахстан. Сам флаг, возрушающийся на высоте 91 метр, в полном порядке. А вот буквы, которые описывают символы Республики Казахстан, за летний период выпали или попросту зачем-то понадобились невоспитанным горожанам. В связи с этим оставшиеся буквы было решено снять, а на их место поставить новые, более устойчивые к капризной погоде Караганды и воздействию человека. Ануар Сидрахим Бахтяру Спанов, 1-й Карагандинский. Срываются сроки сдачи дома для жителей рухнувшего жилого комплекса Бесаба в Караганде. Жителям этого микрорайона обещали построить новые дома и сдать их в эксплуатацию до конца текущего года. Однако строители не укладываются в поставленные сроки. По словам заместителя Акима Караганды Армана Джумикенова, для всех 242 собственников рухнувшего жилищного комплекса Бесаба пофамильно расписано предполагаемое жилье в новом микрорайоне Шапогат. 103 семьи уже получили ключи от квартир в 5-й, 6-й и 7-й блок-секциях, но госакт пока не подписан. Сейчас идет проверка качества строительства. Что касается остальных 139 человек, жителей бывшей Бесабы, Акимат отводит им первые 4 блок-секции микрорайона Шапогат. Скорее всего, строительство будет завершено в первом квартале 2015 года. Следует реально оценивать ситуацию и не произносить громкие фразы о том, что в декабре заселим людей, сказал он в интервью, добавив, что нужно набраться терпения. Зимой были предоставлены ключи от квартир 103 гражданам. Мы говорим о том, что на сегодняшний день официально по актам водоэксплодации эти 3 блок-секции еще не сданы, но тем не менее было принято такое решение раздать людям ключи для того, чтобы они решали свои бытовые проблемы. Мы понимаем, что многие из них остались без единственного жилища. Мы разрешили этим людям занести свои вещи, расположиться, чтобы кто-то начал определенный ремонт по своим требованиям. По 103 заявителям мы этот вопрос решили. На сегодняшний день у нас остается 139 человек, которые нам необходимо разместить. Отмечается, что на помощь Акимата могут рассчитывать не все. К примеру, 76 бесобинцев не получат новое жилье, так как 18 квартир в жилищном комплексе Бежова были зарегистрированы за юридическими лицами. 11 человек – те, кто владел двумя и более квартирами в Бесобе. Максимум на что могут рассчитывать эти пострадавшие? Одна квартира – большей площади. Не вправе претендовать на получение жилья еще 47 человек. Они выстраивали свои взаимоотношения с застройщиком по принципу долевого строительства. И на момент признания домов аварийными так и не расплатились до конца за свои квадратные метры. В Караганде 9-летний мальчик отравился, выпив спиртную настойку. Где и кто угостил ребенка недетским напитком, в настоящее время выясняется. Пока известно, что мать малолетки с 2012 года состоит на учете в полиции как алкоголичка. Семью Малышевых благополучной не назовешь. Родители в разводе уже несколько лет. Поэтому четверых детей 36-летняя Анжелика воспитывает одна. Скитаются по съемным квартирам, перебиваются случайными заработками. К слову, и в тот день, когда произошел инцидент, Анжелика уехала на заработки в Балхаш. Что случилось, сынок? Ну не стыдно тебе? А он пожимает плечами, не знаю. Ну как не знаю? Правильно? Я говорю, сыночка, а мне вот стыдно. У меня люди все знакомые мои, у меня очень хорошие знакомые. В тот день 9-летний Иван выпил бутылку спиртовой настойки. Алкоголь ударил в голову, ученик свалился с ног. Увидев, что мальчик лежит без сознания, его подобрали старшеклассники. В больнице, куда доставили ребенка, поставили диагноз – алкогольная кома первой-второй степени. Только мать чудом выжившего мальчика Анжелика не видит ничего страшного в употреблении алкоголя своим несовершеннолетним сыном. Ну, отступился, с кем не бывает, 8 лет. Все мы когда-то аж потыкались, это самое. Ну, когда сказали, что он в реанимации, я и так с детьми, вот с детства, можно сказать, по больницам, по больницам тоже деточки болели. Вот. Сама четверых детей поднимаю, одна. В школе, где учится Иван, говорят, что ребенок знаниями не блещет. Троечник. Педагоги намерены отправить ученика в специальные медицинские учреждения. С этим ребенком проводятся все необходимые меры. Назначены все проверки. Сейчас он на занятиях. Теперь, в дальнейшем, после наркологического обследования, мы его направим лечиться. Поставят ли Ивана на учет в ГДН, будет известно после проверки. Сейчас делом занимается полиция. А вот мать ребенка уже привлекли к административному наказанию за ненадлежащее выполнение своих родительских обязанностей. Ирам Гульсал Кимбаева, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Пора приступать к действенным мерам. Сегодня Аким области Нурмухамбет Абдибеков провел совещание, на котором было рассмотрено исполнение плана мероприятий по реализации поручения президента страны Нурсултана Назарбаева. Данных на совещании по вопросам социально-экономического развития Карагандинской области 30 августа нынешнего года. Диспропорции в социально-экономическом развитии области необходимо ликвидировать. Из 80 проектов карты индустриализации почти половина реализуется в областном центре в Караганде. А вот, допустим, в Жасказгане, которое обеспечивает 15% промышленного производства области, таких проектов 3 было реализовано. Далее было отмечено, что в ряде регионов области слабо поставлена работа, что выражается в том, что нету проектов, включенных в карту индустриализации. С подробной информацией по этому вопросу выступил руководитель аппарата Аким области Жанат Искаков. План мероприятий, сообщил он, включает в себя 7 разделов. Реализация государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития, развитие малого и среднего бизнеса. Развитие агропромышленного комплекса, земельных отношений, подготовка к отопительному сезону, благоустройство и озеленение населенных пунктов, развитие социальной сферы, развитие моногородов и исполнение доходной части бюджета. По каждому плану действий определена форма завершения. Закреплены ответственные исполнители в лице Акимов городов и районов областных управлений, территориальных органов и структурных подразделений аппарата Акима области. По 22 пунктам из 27 формой завершения является предоставление информации в администрацию президента Республики Казахстан. В связи с тем прошу ответственных исполнителей своевременно и качественно предоставлять необходимую информацию во избежание нарушения контрольных сроков. Затем по своим направлениям плана действий доложили руководители ряда управлений промышленности и индустриально-инновационного развития. Толеген Игимбаев, предпринимательство Татьяна Аблаева, сельского хозяйства Бауржан Асанов, земельных отношений Турар Алтынбеков, экономики и финансов Ольга Чернявская. Главой государства критика озвучена, план разработан, пора приступать к действенным мерам, сказал Нурмахамбет Абдебеков. Акимов области поручил руководителям управлений Акимов городов и районов определить в своих структурных подразделениях ответственных за исполнение всех пунктов плана действий, в установленные сроки и в полном объеме своевременно информировать о проделанной работе администрацию президента Республики Казахстан и Акимат области. Для себя мы наметили конкретные шаги, как мы будем реализовать соответствующие мероприятия. То есть для нас поставлена задача по активизации индустриально-инновационной программы, по охвату и по расширению проектами карты индустриализации регионов, а также по усилению и по активизации деятельности и расширению и увеличению количества проектов на территории СС. Мы для себя сформировали определенные задачи. И думаю, в те сроки, которые нам поставил глава государства, как руководство области, мы эти задачи выполним. Сергей Високосов, Айдын Жакан, Бахия Роспанов, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin. Hercules. Торговая марка Galvin представляет. Эконом-серия профиль Galtec 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм. Представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. В Караганде вырос тариф на газ. Компания «Алемгаз» повысила тариф за услуги газоснабжения. Он увеличился до 151,5 тенге за килограмм емкостного газа. А до этого потребители платили по 137,48 тенге. Компания «Алемгаз» обратилась в департамент по регулированию естественных монополий с заявкой на увеличение тарифа. Причины – увеличение расходов на покупку газа, на оплату налогов, на зарплату работникам компаний-услугодателя, а также на ремонтные работы. В связи с этим «Дарем» разрешил монополисту поднять расценки на свои услуги. Специально для подсчета пассажиров, пользующихся общественным видом транспорта, из бюджета выделили 40 миллионов тенге. Для чего это нужно, выяснял наш корреспондент. Наука приходит на помощь пассажироперевозчикам. Теперь нас, кто пользуется общественным транспортом, посчитает и сделает правильные выводы. Об этом шел разговор в городском Акимате. Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникации города Алматы выиграл тендер. И уже с понедельника начнет считать карагандинских пассажиров. Подсчетно с вами охватит все 59 маршрутов из всех перевозчиков города. Подсчет будет проводиться натуральным методом. Пассажиры при этом не пострадают. Их считать будут изнутри. У каждой двери автобуса будет стоять по одному счетчику. Не путайтесь с контролерами. Они и будут считать, сколько людей зашло и вышло. И третий счетчик будет считать по категориям, сколько пенсионеров, студентов и школьников пользуются этим маршрутом. Считать нас будут только в будние дни. И продлится это мероприятие около двух месяцев. Подсчет будет вести более 100 человек. Мы на подсчет пассажиропотока привлекаем ваших жителей, жителей города Караганды. Мы давали объявления в средствах массовой информации. По телевизору по местному прокручивался от бегущей строки объявления. После окончания подсчета пассажиропотока полученную информацию передадут властям города. Данные будут использовать для того, чтобы верно рассчитать размер выплат за проезд льготников. Ведь сейчас, как это ни странно, сколько инвалидов, студентов и пенсионеров, получающих минимальную пенсию, едет в общественном транспорте точно не подсчитано. А значит, сколько бюджетных тенге нужно перечислять за них автопарком, тоже не совсем понятно. Вот когда нас пересчитают, все станет на свои места. Если у вас есть жалобы и предложения по поводу работы счетчиков пассажиропотоков, вы можете позвонить по телефону 426323. Не возмущайтесь, если вас начнут считать. Бигзат Аликайдаров, Кайрат Рашитов, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский. К другим новостям. В этом году отмечается подъем заболеваемости сирозным менингитом. Правда, специалисты-медики не волнуются. Это не эпидемия, а просто незначительный подъем заболеваемости среди населения, который происходит каждый год. В этом году есть объективные причины, повлиявшие на вспышку менингита. Какие разбирался наш журналист. Сирозный менингит – это стремительное поражение оболочек головного мозга, которое характеризуется сирозным воспалительным процессом, возбудителем которого могут выступать вирусы, бактерии или грибки. Причем в 80% клинических случаев виновниками воспаления считаются вирусы. Этому серьезному заболеванию в основном подвержены дети дошкольного возраста – 3-6 лет. В нашем случае это подтверждается фактами. В текущем году отмечается незначительный подъем заболеваемости сирозными менингитами среди населения. 70% – это болели дети, 25% – взрослые. Как считают медики, сезонный подъем заболеваемости был обусловлен жарким летом. Активизировался купальный сезон. При этом в воду заходили и там, где не положено. На сегодняшний день зарегистрировано с начала июля месяца 79 случаев заболевания сирозным менингитом. Это те больные, которые были госпитализированы. Надо знать, что сирозный менингит начинается внезапно. Ребенок пришел со школы, стал жаловаться на головную боль. Стал плохо себя чувствовать. Поднялась температура. Дали одну таблетку, температура не сбивается. Прошло какое-то время, головная боль стала усиливаться. Поднялась рвота. Началась рвота. Мы вызвали скорую. Привезли нас сюда. Сегодня в инфекционной больнице Караганды лежит 19 человек с диагнозом сирозный менингит. Это заболевание проходит, как говорят врачи, благоприятно и заканчивается полным выздоровлением. Но быть внимательным при контакте с больными, при купаниях, в неотведенных местах просто обязательно. Все больные с сирозным менингитом у нас выписаны с полным выздоровлением. И все-таки к своему здоровью, к здоровью своих детей надо относиться со всей серьезностью. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Три новых детсада и школу запланировали возвести в Караганде в будущем году. А также наметили перечень дорог, которые нужно отремонтировать. И чтобы разгрузить действующие проезжие части, было предложено построить объездные дороги вокруг Караганды. Эти и другие новости сообщил депутатам наш градоначальник Нурлан Аубакиров в ходе своего отчета на сессии. Вместе с народными избранниками доклад Акима слушала и наш корреспондент. С нами активно проводится работа по получению транспортов из республиканского бюджета. И нам бюджетная комиссия республики подтвердила. И со следующего года мы начинаем строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Кендала. На очередной сороковой по счету сессии Маслихата депутаты рассматривали несколько вопросов. Одним из главных был отчет Акима города о выполнении возложенных на него функций и задач. В своем получасовом выступлении городоначальник говорил о главном, о том, что не успели сделать важного для горожан и что наметили на ближайшее будущее. Не остались в стороне и больные вопросы, например, про качество сервиса на общественном транспорте, что стало притчей во всеязыцах. Но есть и положительные моменты работы в этом направлении. Со следующего года планируется проводить ремонт не только дорожного полотна с тех тротуаров, а применить системный подход. Он включает в себя замену дорожных знаков, освещение, тротуар, установку ограждений, расчистку и восстановление лидерного канализации. Все, о чем рассказывал Аким, депутаты знают не понаслышке. С начала года народные избранники выезжали на различные предприятия и в организации города, а также участвовали в обсуждении и утверждали бюджетные расходы. Потому отчет городоначальника депутаты выслушали и одобрили. Заодно озвучили ряд рекомендаций. Депутаты городского маслехата считают необходимым осуществлять выделение бюджетных осигнований для ремонта учреждений образования на системной основе с целью последовательного решения всех проблемных вопросов для приведения данных социальных объектов в соответствии с типовыми требованиями. Депутатский корпус городского маслехата, кроме того, что дал положительную оценку работе Акимата города Караганды, поддержал и намеченные чиновниками задачи и планы на перспективу. Гульнур Жакен, Кайрат Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. В центре внимания – продовольственная безопасность региона. Глава области Нурмухамед Абдибеков отметил, что цены на продукты питания, особенно на социально значимые, являются очень важным социально-политическим вопросом. И в этом плане региональный стабилизационный фонд, не считая продовольственных ярмарок, является единственным инструментом для регулирования цен на продукты питания. Кроме того, это еще и вопрос продовольственной безопасности региона. Под председательством Акима области Нурмухамед Абдибекова прошло заседание комиссии по управлению региональным стабилизационным фондом. С информацией по этому вопросу выступил заместитель Акима области Галымашимов, который сообщил, что на 2014-2015 годы региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров планируется формировать в объеме 4150 тонн продукции, включая картофель, лук, морковь, капусту и свеклу. С учетом сложившейся ситуации на продовольственном рынке стран Таможенного Союза, а также заявок городов и районов, принято решение о дополнительном закупе продукции в объеме 2320 тонн овощей и картофеля. Из бакалейной продукции планируется закупить 480 тонн сахара, 200 тонн растительного масла, 350 тонн риса и 167 тонн гречной крупы. Хранение продукции стабилизационного фонда планируется в овощехранилищах компании «Арка» и в арендуемых хранилищах ИП «Алихан» и ТО «Номат». В завершении выпуска еще об одном. На чемпионате мира по смешанным единоборствам в Беларуси карагандинские бойцы завоевали серебро и золото. По результатам полуфинальных боев чемпионата мира, прошедшего в Минске, 5 казахстанских спортсменов пробились в финал. В итоге сборной нашей страны были выиграны одна золотая медаль, 4 серебряных и одна бронзовая награда. Неофициальным командным зачетчиком чемпионата мира по смешанным единоборствам турнир выиграла сборная России, у которой 4 медали высшие пробы. Сборная Казахстана заняла второе место. В весовой категории до 70,3 килограмм Дагаев Рашид встретился с россиянином Сулейбоновым Рамазаном. Бойцы продержались два раунда, судейским решением победу одержал российский боец. В поединке супертяжеловесов, весовая категория свыше 93 килограммов, Сулейманов Мохмад уступил более опытному бойцу из России Гаджибабаеву Зауру. После чемпионата мира спортсмены получат короткий отпуск и пройдут восстановительный период, а затем приступят к подготовке чемпионату Европы. А затем приступят к подготовке чемпионату Европы. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова